Если посмотреть на современный российский и международный рынок труда, можно обнаружить большое количество специалистов, которые обладают прикладными навыками работы с данными. Их анализа, визуализация и сбора. Гораздо меньшее количество людей знают, как применять эти навыки для решения конкретных управленческих задач. И, наконец, очень маленькая прослойка специалистов понимает, как воспроизвести исследование полного цикла. Задать правильный исследовательский вопрос, собрать необходимые данные, разработать адекватный дизайн и представить итоговый исследовательский продукт. На программе «Анализ данных для государства и общества» мы берем лучшие из трех миров. Навыки работы с данными и хардскиллы из компьютерных наук, модельное мышление из наук управленческих и различные дизайны из социальных наук. Эти три мира, применительно к дисциплинам на программе, составляют наполнение трех смысловых блоков. Первый блок посвящен современным языкам программирования, работе и обучению нейросетей и различным типам моделирования. В рамках второго блока студенты изучают основы модельного мышления. Здесь стоит выделить научно-исследовательский семинар и семинар наставника. Кроме того, стоит отметить наш проектный семинар, на который мы приглашаем представителей индустрии, государственных органов власти и академии. И, наконец, третий блок можно назвать общеобразовательным. Он будет особенно полезен для тех студентов, которые планируют связать свои текущие проекты с конкретной региональной спецификой. В этот блок входят дисциплины, которые анализируют политические системы в различных частях мира — в постсоветском пространстве, в государствах Европы и Азии. В результате наш студент получает навыки модельного мышления. Это умение задавать вопрос и подбирать правильную модель, которая поможет найти ответ на этот вопрос. Также они обучаются программированию на R, Python и в SQL. И умеют применять эти навыки к решению задач аналитики данных. От самых простых, таких как описательный анализ данных, и до действительно продвинутых, таких как многоуровневое моделирование, компьютерный анализ текста и методы машинного обучения. Также наши студенты учатся давать развернутую интерпретацию результатам исследования и объяснять его смысл и значимость представителям разных миров — академии, индустрии, НКО и органов власти. В результате наш выпускник умеет анализировать данные, давать глубинную интерпретацию его результатов и объяснять смысл своего исследования в зависимости от задачи и контекста. Мы ждем студентов с любым предварительным опытом и образованием. Владение навыками исследования, программирования или знания социологических и политологических теорий не является обязательным для поступления, хотя и облегчит ваше обучение на нашей программе. Главное — это интерес к социологическим и политологическим исследованиям, желание развиваться в сфере аналитики данных и готовность преодолевать трудности, без которых ни один процесс обучения не обходится. Вам будет интересно учиться на программе, если вам нравится изучать новые о социальных и политических процессах, вам нравятся количественные методы или вы считаете перспективным изучение программирования и машинного обучения. Если вы хотите овладеть не просто технической стороной методов аналитики, но и научиться самостоятельно ставить задачу и давать глубокую интерпретацию результатов. Большое внимание на нашей программе уделяется проектной деятельности. Наши студенты участвуют в проектах исследовательских центров и лабораторий, вышки и других вузов, а также в проектах компаний, которые являются партнерами нашей программы. Например, сейчас мы реализуем несколько больших проектов по джар с компанией Яндекс. Также мы сотрудничаем с компанией Герофарм. Для этой компании наши студенты анализируют каналы доступа детей с сахарным диабетом к различным образовательным продуктам. Стоит отметить и наше сотрудничество с счетной палатой. Наши магистранты ежегодно участвуют в составлении метрики для оценки электронной открытости российских министерств и ведомств. Стоит отметить и наши партнерские отношения со стриминговыми сервисами. Например, с ОККО, для которой наши студенты разрабатывают самообучающуюся модель, которая предлагает контент для конкретных категорий пользователей. Наши выпускники востребованы в самых разных сегментах академии и индустрии. Они работают продуктовыми аналитиками в Тинькофф, стажируются в Яндекс и также строят карьеру в вузах, в России и за рубежом. Поступление на программу ведется по конкурсу «Портфолио». Оно включает в себя стандартный набор документов. CV – описание предыдущего опыта, мотивационное письмо и проект исследований. Мы рекомендуем обратить особое внимание на последние два пункта. Важно написать мотивационное письмо именно для той программы, на которую вы поступаете, не ограничиваясь шаблонным образцом. Расскажите, почему вам интересна эта программа, что она может дать вам и почему именно вы должны на ней обучаться. Правильных и неправильных ответов здесь нет. Очень важен ваш навык соотнести ожидания программы с личным опытом, ведь каким-то образом они наверняка друг другу соответствуют. Проект исследований не обязывает вас в дальнейшем заниматься этой темой в рамках обучения на программе. Его задача – проверить вашу способность сформулировать реалистичный исследовательский вопрос, подобрать релевантную научную литературу, сформулировать шаги исследования и описать методы. Исследование не обязательно должно быть выполнимым в буквальном смысле, но оно должно быть реализуемым в принципе. Пожалуйста, избегайте шуточных проектов и выделите себе достаточно времени на его выполнение. Одного-двух дней может не хватить. И, конечно, помните, что всегда стоит попробовать. Не сомневайтесь в себе. Мы будем ждать вас на программе. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...